С палками в руках они покоряют любые вершины и дистанции. Участники клуба скандинавской ходьбы провели эти выходные, как всегда, на свежем воздухе и с пользой для здоровья. Спортсмены преодолели дистанцию в 42 километра, а за день до этого их ждала разминка. Трасса в 5 километров. За подготовкой спортсменов наблюдала наш корреспондент Ирина Нижалова. Сегодня на территории туристического центра проходит второй окружной фестиваль скандинавской ходьбы. Пока зарегистрировано 57 участников, но это не предел. После мастер-класса им предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров. О пользе скандинавской ходьбы сегодня не знает разве что ленивый. Но чтобы добиться нужного оздоровительного эффекта, необходимо соблюдать правильную технику. Вот почему первые занятия спортсмены рекомендуют провести под руководством тренера. Не надо сидеть дома, надо себя заставить встать, купить палочки. Они сейчас недорогие. И просто если вы не знаете, просто прийти к нам на занятия и мы научимся всему. В рамках второго окружного фестиваля скандинавской ходьбы инструктор Мария Завьялова проводит для всех участников мастер-класс и разминку. Новички узнают, как правильно использовать палки, чтобы добиться нужного эффекта от нагрузок. Ну а спортсмены разогреваются перед предстоящей дистанцией в 5 километров. На старт! Внимание! Марш! Скандинавская ходьба с каждым годом приобретает все большую популярность. В округе этим видом любительского спорта занимаются уже свыше 600 человек. Нашему клубу уже 5 лет. Эта команда идет вместе со мной эти 5 лет. Мы покорили 10% земного шара. Поаплодируем сами себе. Мы покорили Эльбрус. Мы покорили в этом году Камчатку. Мы покорили Финляндию. Мы участвуем в международных соревнованиях. Мы прошли все атлантическое побережье Испании, Португалии. В июле этого года активные участники клуба посетили Камчатку, где покорили различные вершины. Одна из них – Авачинский вулкан высотой свыше 2500 метров. 13 человек преодолели высоту 2000 метров. 7 человек поднялись на вершину вулкана. Среди тех, кто покорил Камчатку – Нина Абакшина. Так как я уже была на многих горах, как говорится, Камчатка для меня показалась она такая самая тяжелая. По всем правилам. Потому что там и восхожения другие, и там действительно холодно, там действительно в горах зима с перемешкой растительности. Но это интересно. Вернувшись домой, приверженцы здорового образа жизни продолжают активно тренироваться на свежем воздухе, привлекая в этот вид спорта новых последователей.